МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. С вами Елена Романцева. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни Курской области. Они шьют теплые вещи для ребят, участников СВО. Местное тектильное предприятие изготавливает спальные мешки, балаклавы, перчатки и дождевики. На производстве побывала Мария Колосова. В Победе уверен. Фермер из Курской области ищет помощников для ухода за козами, пока будет на передовой. С мужчиной встретился Станислав Костиков. В Курской областной думе обсудили меры социальной поддержки для жителей приграничных районов. Были принят соответствующий законопроект, расскажет Ангелина Яхонтова. 200 килограммов медикаментов и столько же бытовой химии из Курска вновь отправили партию гуманитарной помощи для военных. Дополнительный груз решили собрать после встречи с родственниками мобилизованных. Она прошла по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта. Предыдущую гуманитарку отправляли буквально неделей ранее. Там были 300 спальных мешков, генераторы и лопаты. Теперь коробки со всем необходимым собирали по запросу самих участников СВО. Большой вклад в эту работу внесли близкие бойцов, которые организовали группу помощи. Мы объединились в группу, чтобы поддерживать друг друга и чтобы обмениваться информацией, и искать своих близких, не потерять их, и проконтролировать, чтобы наши мужчины не нуждались ни в чем. В новую партию помощи входят медикаменты вплоть до индивидуальных аптечек, продукты питания, бытовая химия и средства эвакуации. Это носилки и стропы. Груз возглавляет наш сотрудник по администрации Курской области, офицер, медработник. Ну, я думаю, тем самым мы сегодня вот это направление мы закроем и обеспечиваем всем необходимым то, что попросили наши бойцы. Свою лепту внесла и одна из курских церквей. Священник с прихожанами сварил для ребят две бочки варенья. Ксения Дегтярева, Геннадий Воробьев. События дня. Они буквально дарят тепло военным. Сотрудники курского швейного предприятия перестроили свою работу и теперь изготавливают спальники, перчатки и балаклавы для участников СВО. Производственные цеха посетил заместитель губернатора Сергей Стародубцев. Сотрудники загружают синтепон, станок формуют его в ровные листы. Это будущие спальные мешки. Толщину наполнителя делают максимальной, чтобы в холода нашим военным было теплее. Сейчас у нас четырехсотка идет. Это на спальные мешки, поэтому как бы потолще. Они как в зимнее время будут. Да, да, да. Затем материал передают в соседний цех. Там его сшивают с другими частями и получается готовый спальный мешок. Такой не пропустит влагу и согреет и даже в 20-ти градусный мороз. А в этом помещении производят перчатки. Двухслойные по размеру, универсальные. Силы средств на пошив изделий для участников СВО сотрудники предприятия не жалеют. Я очень вообще горжусь, горжусь своим коллективом. Я всегда им гордилась, но в данной ситуации не просто поддержали, люди объединились. Если что-то нужно сделать, я даже не успеваю подумать, а коллектив уже вот он готов и внеурочные, и выходные. Всего на предприятии трудится около 60 человек. Дождевики, балаклавы, шапки – далеко не полный список того, что они шьют. Помимо этого, основную деятельность компания не остановила. Говорят, активными темпами работать привыкли еще к пандемию, когда изготавливали СИЗы. Сейчас лишь используют наработанный годами опыт. Надо сказать, что предприятие очень социально ориентированное. Оно вносит свой вклад и перечисляет средства для нужд нашей специальной военной операции. Но надо сказать, что оно одно из многих предприятий Курской области, которое откликнулось на просьбу нашего губернатора Романа Чистового Войта и вносит свой посильный вклад в этом направлении. Всего в регионе около 30 предприятий перестроили работу, чтобы не словом, а делом помочь участникам СВО. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня. Места мобилизованных на предприятиях займут студенты вузов и профессиональных техучилищ. Такую возможность сейчас рассматривают во многих регионах страны. Первой областью, где это применили на практике, стала Кемеровская. Учебные заведения Курской области тоже готовятся включиться в работу. На места мобилизованных граждан планируют привлекать студентов вузов, техникумов и колледжей. Предпочтение будут отдавать старшекурсникам. Самые актуальные вакансии для замещения в нашем регионе – агропромышленные. На данный момент это более 60 специальностей, в том числе трактористы, машинисты, слесари, экологи и агрономы. Мы – аграрный регион, и поэтому прекрасно понимаем, что, наверное, большинство вакансий сейчас будет образовываться именно в сфере агропромышленного комплекса. Поэтому и Министерство сельского хозяйства, и ВУЗ, который подведомственен Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, у нас в регионе – это Курская государственная сельхозакадемия, уже отработали этот вопрос. Готовы работать по заявкам работодателей. У нас есть варианты обучения в дистанционном формате. И ребята, которые пойдут работать в реальный сектор экономики, смогут обучаться дистанционно. По мере необходимости будут привлекаться студенты и других специальностей. Работодатели, которые нуждаются в замещении сотрудника, могут обратиться с официальным письмом в Комитет образования и науки. Все заявки рассмотрят и отработают. Решил на время оставить хозяйство ради участия в специальной военной операции. Фермер сыродил из Курской области. Павел Глотов ищет помощников для ухода за козами. 61-летний мужчина рвется добровольцем на передовую. Что побудило нашего земляка на такой шаг, узнал Станислав Костиков. Фермер-экстремал с остальным характером. Босиком под проливным дождем он преодолевает огромные расстояния по пересеченной местности. И так почти каждый день. Промозглая погода и солидный возраст – не помеха. На седьмом десятке Павел атакует перекладину турника. После пробежки, отжиманий и занятий на турнике заплыв в ледяной воде. Широкие грибки рассекают серую октябрьскую воду. Такого заряда бодрости хватит на весь день. И прежде чем летом, когда выходишь. В гармонии с природой и спортивной красотой. Без физической активности Павел свою жизнь не представляет. По грунтовой дороге он трусцой возвращается домой. Несколько лет назад Павел сменил городскую суету на размеренную жизнь в деревне Ивановке Медвенского района. Здесь с родила уже ждут любимые козы. В хозяйстве Павла 66 коз. Каждая с особенным характером. Клеопатра – грациозная красавица с южной внешностью. Это коза англо-нубийской породой. Я местным детям говорю, это помесь быков и зайцев. С заботой и любовью Павел доит клеопатру вручную. Так ей больше нравится. К награду – тёплое парное молоко. Тут же дегустация, прямо из банки. Как в детстве у бабушки. Ну, оценили. Прекрасный вкус. Никакого специфического привкуса нет. Запаха. Просто шикарно. Молоко этих коз кладезь здоровья. Оно по-настоящему целебное, утверждает Павел. За полтора месяца полностью вылечивает многие болезни желудочно-кишечного тракта. Один московский врач-онколог приезжал, говорит, вот ваше молоко – самое лучшее средство после восстановления, после химиотерапии. Самое полезное лакомство и самое вкусное лекарство. Так фермер говорит о своём сыре. Качество молочного продукта из Курской области высоко ценят не только в России, но и за рубежом. Павел считает, что его энергии хватит и для выполнения боевых задач на передовой. За плечами служба в войсках противовоздушной обороны. В душе непреодолимое желание закончить спецоперацию как можно скорее – победой. Павел уже приходил в военкомат, но получил отказ из-за возраста. Однако фермер уверен – способ попасть на передовую он найдёт. Только сначала нужно позаботиться о хозяйстве. Я не могу оставить своих подопечных животных, потому что сейчас получилось так, что я остался один по хозяйству. Я хочу, чтобы мои козы были в надёжных руках. Лучше, конечно, это будет семейная пара. Но я готов работать с людьми, с любимыми людьми. Желающие помочь Павлу могут связаться с ним в социальных сетях или по номеру телефона, указанному на экране. Своим преемникам фермер обещает оставить доильный аппарат. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня. Налоговые льготы для предприятий IT-сферы, дополнительные меры социальной поддержки жителей приграничных районов и введение для них звания ветеран труда Курской области. Эти и другие темы на очередном заседании обсудили депутаты регионального парламента. Ангелина Яхонтова продолжит. Поддержать не просто словом, а делом. Не первый месяц жители приграничных районов нашего региона подвергаются обстрелам. Обстановка остаётся стабильно напряжённой. Поэтому курские парламентарии приняли законопроект о конкретных мерах помощи. Например, предоставлять социальные проездные билеты и бесплатные путёвки в детские лагеря, провести нуждающимся газ. Жители, которые живут в условиях приграничья, совсем по-другому воспринимают всё окружающее. Их, они буквально с другими чувствами встают утром и проживают тот или иной день. Постоянное напряжение, даже и риск, и возможные потери и утраты, вот всё это накладывает отпечаток на жизнь наших людей. Планируется ещё целый ряд дополнительных инициатив, которые, я думаю, партия «Единая Россия» и наша фракция в Курской областной думе от партии «Единая Россия» также поддержат. Там льготных целый ряд мероприятий, направленных на неочередное получение мер социальной поддержки и так далее, и так далее. Всего шесть таких инициатив. При соблюдении определённых условий жители приграничья получат и ещё одну льготу. Дальше мы будем разрабатывать законопроект в отношении жителей приграничных регионов, которые имеют право на звание ветеран труда. По сравнению с тем, что в области у нас 40-45 лет стаж, для них стаж уменьшается в два раза. Поэтому поддерживаем. Мы готовим законодательную инициативу тоже на эту тему в Государственную думу. Общий трудовой стаж при этом должен составить 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также депутаты Елена Гласна приняли проект закона о налоговых льготах для предприятий, работающих в IT-сфере. Мы идём в ногу с требованием времени, потому что и Государственная дума вносит изменения в закон о том, чтобы IT-компании более эффективно работали. Мы тоже поддерживаем этот законопроект. Ставка по налогу на имущество для IT-компаний составит 1%. Ангелина Яхонтова, Геннадий Воробьёв. События дня. В Курской области тепло поступило во все социальные учреждения и многоквартирные дома. Насколько хорошо подготовились коммунальщики и энергетики к зиме и с какими проблемами пришлось столкнуться в начале отопительного сезона, расскажет Юлия Терещенко. Отопительный сезон только начался, но первые его итоги уже подводят. На сегодняшний день объекты социальной сферы и жилищного фонда полностью обеспечены теплом. Однако не обошлось без сбоев. И все коммунальщики должным образом успели подготовиться к холодам. Скажем так, аварийные ситуации, они периодически возникают. Мы помним, на прошлой неделе это были четыре дома на Сумской. Вчера буквально это был дом на улице Челюскинцева. Дело в том, что подготовка жилого фонда, качественная подготовка сетей, промывка, потрясовка – это все как раз и обращение граждан. Все проблемные вопросы оперативно решают вместе с управляющими компаниями. В большинстве случаев обращения индивидуальные. Еще одна немаловажная проблема связана с износом тепловых сетей. У нас износ в среднем более 70% на отопительных сетях, а есть участки с износом и 85%. Ветхие теплосети в области постепенно обновляют. В прошлом году в Курчатовском районе заменили 16 километров сетей. А в этом году в областном центре перевыполнили. Планы заменили почти 34 километра изношенных труб, в том числе на улице Ленина. Выполнили работы также по реконструкции сетей от улицы Садовой до улицы Можаевской. В настоящее время технологическая часть уже закончена, ведется обратная засыпка, после чего будет выполнено устройство сольто-бетонного покрытия. Работу на главной улице города обещают завершить до 1 ноября. На базе городской школы номер 12 прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Обсуждали итоги ежегодной акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства. Профилактические рейды проходили в Курске с 1 по 30 сентября. Чтобы помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Курске провели более 120 рейдов. Посетили около 300 семей. 88 родителей привлекли к ответственности за неисполнение своих обязанностей. Всем нуждающимся ребятам оказали поддержку. В том числе купили одежду, учебные принадлежности и продукты. В ходе этой акции действительно выявлено 23 ребенка, которые нуждаются в нашей помощи. Кто-то из них на время помещен в приют, кто-то сейчас находится в больнице для того, чтобы диагностику пройти и понять, как дальше ребенка полечить. За последние 9 месяцев уровень преступности среди несовершеннолетних сократился. В прошлом году за это время подростки совершили на 47 преступлений больше. В школе номер 12 происшествий зафиксировано не было. Многие школьники проводят свободное время на внеурочных кружках. Мы стараемся многоаспектно подойти к вопросу дополнительного образования и, учитывая интересы детей, подбираем такие кружки, которые будут развивать наших детей как полноценные личности. В школе проводят занятия по основам журналистики, шахматом, работает спортивный клуб. Есть даже театр теней. Сейчас один из востребованных кружков – юниты. Наш отряд юных инспекторов движения «Светофор» принимает активное участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». В рамках данного конкурса дети учатся правилам дорожного движения. Следовательно, зная правила дорожного движения, они не будут их нарушать. В будущем в школе планируют открыть и новые направления доп. образования. Дарья Бартенева, Роман Федорков, События дня. Интерактивные экскурсии с применением технологии дополненной реальности. Курянка Наталья Сазонова представила необычный проект и стала победителем конкурса «Студенческий стартап». На реализацию идеи выделили миллион рублей. По всей стране поддержку получила тысяча проектов. Из Курска этот единственный. Наталья Сазонова – аспирант одного из курских вузов. Проект «Победитель» она разрабатывала с ребятами из Кванториума. Школьники помогли придумать и реализовать приложения для туристов. «При наведении на карту города Курска высвечиваются метки, при нажатии на которых у нас высвечивается видеоролик, который рассказывает о том месте, которое нас интересует. Всего 10 точек. Можно сделать, конечно, больше, но пока самое основное и самое интересное». «Команда ребят-школьников, с которыми я работала совместный проект, разрабатывали, у них был достаточно интересный проект. С этим проектом они участвовали в других конкурсах, выигрывали. Поэтому мы с ними посоветовались и решили попробовать эту нашу идею подать на грантовый конкурс «Судинский стартап». Решили попробовать и правильно сделали. Со всей страны отобрали всего лишь тысячу студентов. Из Курской области этот проект единственный. Дело осталось за малым. Открыть фирму и можно воплощать проект в жизнь. Ксения Дегтярева, Геннадий Воробьев. События дня. Человек с распахнутыми глазами и душой. В галерее Дейнеки открылась выставка «Исповедь. Живопись» Василия Ивановича Ерофеева. Народного художника не стало два года назад, но находясь в зале с его работами, невольно чувствуешь присутствие автора, его безграничную любовь к родной земле, слияние с природой и восхищение красотой русской женщины. На полотнах Ерофеева – счастливая страна СССР. Но, кажется, поля, техника, сельские пейзажи – лишь фон. Главные здесь люди. Нет, не советские труженики. Настоящие архетипы живописи. Подпись под картиной – свекловичницы. А мы видим смуглые, натруженные, но невероятно красивые руки, как у натурщиц эпохи Возрождения. А у этой деревенской завески сидит не просто молодая мать – Мадонна. И тогда поле – это не просто поле, это не просто пашня, это мать сыра земля. И тогда женщина, которая стоит на этом поле – это мать. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть и самой высокой ипостаси материнства Богородицы. В числе экспонатов и почтовая марка 1987 года с репродукцией картины «Возвращение Ивана». Ерофеев был известным художником, лауреат различных премий, полотна которого хранятся в галереях и частных собраниях России, Франции, США, Германии и других стран, в том числе Третьяковке и Минкультура. Материала много подбиралась в витрины, потому что получалось, что он не один раз писал картину. У него несколько курских красавиц, они находятся в разных музеях, хотя первые находятся в Третьяковской билерее. Визуальное дополнение выставки – программа нашего телеканала «Культ-туризм». Мы снимали ее в 2011 году на даче Василия Ивановича. А еще были десятки сюжетов с потрясающе эмоциональными комментариями народного художника. Нам не нужно было даже расшифровывать его. В эти 25 секунд он вкладывал и эмоции, и информацию. Во-вторых, простите за нескромность, рядом с ним всегда чувствуешь себя красиво женщиной, потому что все женщины у Третья Ивановича были красивыми и прекрасными. И хочется сказать большое спасибо Третья Ивановичу за то огромное наследие, о котором можно еще писать и писать. Он дарил всего себя, семье, людям, искусству. И картины тоже дарил. Незадолго до смерти Василий Иванович написал портреты едва ли не всех своих односельчан. И, конечно, раздал землякам. «Вот такой он был человек», – говорит вдова художника. 59 лет Алла Михайловна прожила с мастером. Настаивает счастливо. А два года без мужа тянутся липкой бесконечностью. «Это нельзя передать. Это я сейчас уже успокоилась. Я уже, знаете, окружена вниманием со всех сторон. И дети, и внуки, и друзья, и приятели, и все. Но я полгода, я кричала криком. Вот я всех их придут, меня проведать, а я быстрей, быстрей ходят. Я криком кричала. Я думала, что я не переживу этого. Настолько мы с ним были один человек». Все представленные работы из фондов галереи. Организаторы говорят, что если бы позволяла площадь, зрители могли бы увидеть больше полотен. Выставка продлится до 20 ноября. Затем ее сменит вернисаж Владимира Соколинского. Юлия Матвеева, Антон Латышев. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте www.seiminfo.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»